Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TechMill. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 8 июня. Традиционно рассматриваем валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые выросли, как и ожидалось в прошлом нашем обзоре. Целевые отметки были не только достигнуты, но и превышены, что укрепляет уверенность в зарождении устойчивого тренда. Теперь ждем вероятное развитие коррекции и последующее возобновление восходящего тренда. Также рассмотрим валютную пару доллар и японская иена. По ней, к сожалению, прогноз не сбылся. Вопреки ожиданиям, снижение пары не состоялось, что меняет приоритет снисходящего на восходящий. Хотя тут не все так однозначно и рост, возможно, подходит к концу, но для этого нам требуется подтверждение. Итак, евро вырос в соответствии с последним прогнозом, подтверждая точку зрения, что восходящий тренд набирает силу. Ожидаемая коррекция к поддержке у нас не состоялась. Пара, немного поторговавшись в диапазоне под сопротивлением 1.1145, продолжила свой дальнейший рост. Таким овцам были достигнуты обе целевые отметки на 1.1230 и 1.1283, обозначенные в прошлом обзоре. Эти целевые отметки были не только достигнуты, но и превышены. Цена прошла своим ходом вплоть до уровня 1.13868, где, собственно, и столкнулась с сопротивлением, что и привело к небольшому коррекционному снижению. Основной прогноз на продолжение роста остается актуальным. Надо полагать, что наиболее благоприятные точки входа могут появиться после нисходящей коррекции, которая может состояться в самое ближайшее время. Теперь, что касается нового прогноза, в случае реализации коррекционного снижения, ее пределы могут находиться в районе текущей поддержки на 1.1230, тест и отбой от которого до стартного забновления восходящего импульса целевые отметки при этом сценарии находятся в районе ближайших важных уровней с первой целью на 1.1486, а при продолжении роста потенциал роста сохраняется до 1.1571. В свою очередь, снижение к области разворотного уровня на 1.1145 может дать сигнал на углубление нисходящей коррекции. Поехали дальше. Восходящий тренд по британскому фунту также набирает свою силу. Последний прогноз реализовался. Пара ожидаемо выросла к целевым отметкам на 1.2460 и 1.2508. Правда, предполагаемой нисходящей коррекции к поддержке на 1.2287 не состоялась. Цена почти сразу вышла за пределы сопротивления и продолжила рост. Целевые отметки в данной паре также были не только достигнуты, но и значительно превышены. Восходящий тренд продолжился вплоть до максимальной отметки на 1.2730. Это позволяет уверенно утверждать, что дальнейшие ожидания на продолжение восходящего движения весьма актуальны. Собственно, с точки зрения торговых систем, принимать торговые решения сейчас было бы не совсем разумно. Благоприятные точки входа могут появиться в случае нисходящей коррекции. Ну и вот, что касается прогноза на эту неделю. Пределы этой коррекции могут лежать в районе ожидаемого уровня поддержки на 1.2581, отбой от которого направит пару к новым локальным максимумам с первой целевой отметкой на 1.2788 и потенциальным проходом вплоть до 1.2914. В случае же снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 1.2508 будет получен сигнал на продолжение нисходящей коррекции. Ну и наконец, японская иена. Тут сценарий со снижением в паре не состоялся. Ожидаемого укрепления иены не случилось, несмотря на снижение доллара США по остальным валютным парам. Котировки пробили основное сопротивление на 1.107.81 и выросли существенно выше разворотного уровня, установив максимум на отметке 1.109.84. Это дает основания к смене приоритета с нисходящего на восходящий, хотя и не исключено, что данный тренд возможно подходит к концу. Окончательным подтверждением данной точки зрения может стать коррекция в область поддержки и следующий отбой от нее. В любом случае рекомендую быть предельно осторожным в данной паре, поскольку перспективы движения в данной паре остаются пока неясными. Ну и вот собственно новый сценарий, немного выше текущего максимума, присутствует в сопротивлении на 1.109.95, тесты отбой от которого отправят пару в коррекцию, пределы которой ожидаются на 1.108.45. Последующий отскок от этого уровня даст шанс покупателям попытаться возобновить восходящий импульс к целевым отметкам на 1.10.13 и проходам до 1.10.69. Отмена данного сценария состоится в случае снижения и закрепления цены ниже разворотного уровня на 1.108.08. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.